Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение, с вами Рэй и мы продолжаем играть в драконы всадники улуха. Восьмой день, 250 тусклого янтаря. Забираем. Так, сегодня по идее я должен допройти события. 79 рун выпало. Окей, забираем. Кстати на самом деле ребята, вот буквально 5 минут назад я заходил в черепашки ниндзя легенды и скажу тебе следующее, у меня почему-то не было новых заданий. То есть написано скоро и все. Поэтому я решил перезайти и это ничего не помогло. То есть задания так и не появились и вот решил пока поиграть в драконов всадники улуха. Возможно после того как мы поиграем зайдем туда и все наладится. Так, ну что, ветрокрыл. Давай-ка мы наверное тебя... Ага, у нас не хватает. Пускай тогда собирает рыбу. Древоруб за деревом. Так, еще одно ребята у нас улучшение. Так, а мы сможем например... Ага, больше нельзя улучшать. Ну, не забывай, что нам нужно 200 железа, чтобы прокачать еще один маяк. Он у нас как раз где-то здесь и находится. Точно тебе не скажу, но его можно найти по поиску. Давай-ка пока мы здесь все пособираем, что можем. Так, здесь отказываемся. Здесь беру вот этот топорик. Двигаемся дальше. Красавчик, соточку мне принес. Молодец. Была бы у меня древесина, кстати, а монет Одина не хватает. Тогда мы его пока отправим на поиски. Так, кревет. Лети за рыбой. Ты у меня полетишь тоже за рыбой пока. Так, бремя гоняльца получает 69 уровень. 70. И вот у него 71. Пускай летит. Пускай летит, тренируется. Этого отправим за древесиной. Этот мне рыбки принес. Чуть-чуть. Опять же, древесина. Новая способность. Наконец-то он может собирать у нас железо. Две штуки за 450 древесины. Ну, на самом деле, это как-то мало. Но я могу его отправить на прокачку. Пускай летит. Ну, что? Сму-сму-сму... Как там их? Сму-сму-рики, да? Давай мы этого за рыбой отправим. И этого, наверное, тоже за рыбой. А вот этого... Так, у меня, видимо, все... Лесорубки уже заняты. Так, новая способность. Сбор рыбы. Так, этого отправляем за рыбой. Смотрим дальше. Тут зеленая тень у нас уже. Блин, почему зеленая тень? Зеленая смерть. Зеленая смерть, Рэй. Ну... Так, пак. Давай посмотрим, что нам здесь выглядит. И выпадает нам... Ага. Два железа. Как много, а? Ты посмотри. Лети в приключения. Продолжай искать. Так, отправляем за рыбой. Ну что, тогда забираем здесь награды. Сломанный меч плюс тусклый янтарь. И вот здесь у нас... Руны плюс, опять же, тусклый янтарь. Все, дальше ее пускай искать. Вроде бы как все у нас пока на заданиях. Секундочку. Все время забываю про этот островок. Эти ребята у меня получают уровни. Этого надо прокачать. Пускай летит. Клыкокриев. Вот я даже не знаю, кого тут. Много кто хочет, конечно, прокачаться, но не... Так, слушай-ка. Двести. Друзья мои, двести у нас есть. Так, теперь, значит, ищем тот самый маяк. Он где-то... Не вот этот ли случайно? Точно, это он. Так, ребята, у нас будет тысяча... Ой, четыре тысячи двести, да? С лишним. Викингов. И вот после этого мы, по-моему, что-то сможем сделать. Так, давай-ка мы здесь заберем наши бесплатные паки. Монеты Киодина. Крылатый ужас. Крамобой. Ужасные чудовища. Ну и, как обычно, ресурсы. Так, еще монетки. Шторморез, кревет, роза ветров. Вот и славненько. Что я могу еще сказать по этому поводу? Так, обмен. Блестящий янтарь. А я могу еще заказать? Нет, мне не хватает. Просто не хватает мне тусклого янтаря, чтобы сделать заказ. Шторморез, граммобой, вострозуб. Вот так вот. Кстати, надо будет, наверное, паки сегодня набить. По возможности, если будет у нас время и возможность. Так, и, соответственно, без зубика мы отправим на задание. Пускай он ищет. Вот, кстати, в последнее время что-то нам очень плохо находят наши вот эти вот топорики. Так, пускай летит. Давай теперь с этими разберемся. Что нам дают? Яйцо. Ладно. Лезвие и крылы. Пускай он летит туда. Естественно, все будет у нас здесь бесплатно. Обучите цыпу. Тоже пускай летит бесплатно. Здесь. Тусклый янтарь, наверное, да? Отлично. Так, пускай не обращаем внимания. Тоже пускай летит. Вдруг топорик нам принесет. Хотя это маловероятно. А здесь я думал шестеренки будут, но нет. Выдает заколку. Острокрылый змеевик. Лети. Ну что, проверим. Наши владения. Вроде бы как все при делах. Этого, конечно, можно отправить. Ага. Нет, нельзя. У нас все занято пока. Ну что же. Секундочку. А где у нас шлем-то находится? Вот он. Вот он, шлем маленький. Так, здесь у нас только рыбу можно взять. Заберем ее. Ну что. Идем на события. Сейчас мы его будем допроходить. Слушай, новое событие будет у нас доступно через 7 часов. Если сейчас в данный момент у меня на часах 4 часа, в 11 часов он будет доступен. Но не знаю, ребят, стоит ли его в такое позднее время играть. Хотя почему нет? Я могу его пройти в это время, а выложить уже завтра вам. Ну а пока у нас угроза бог и бах. Последние 5 поединков. Надеюсь, у нас все получится хорошо. И мы заберем с тобой нашу топовую награду. Волна первая. Так, опять же, две волны здесь. Шепот смерти меня, конечно, немножко пугает. Но уровень 16. Так что, думаю, будет все хорошо. Так, водорез. Понижает, как всегда, броню. Это в его стиле. Так, раз-два. Мы потом, наверное, на следующем ходу попробуем захиляться. Твой уж налево, как он бомбит, а. Отлично. Но здесь броня понижена, а здесь ха-ха промахнулся. Так тебе и надо. Блин, как тут лучше сделать. Давай вот так. Здесь по-любому мы добьем. Сейчас они... Так, змеик. Уничтожаем. А этот сейчас будет блокировать. А возможно, даже уничтожат. Друзья, такой может быть. Нет. Легкой такой атакой мы, как говорится, перебились. Заблокировал. Да, да, да. Заблокировал специально, чтобы я не смог хильнуться. Ребят, ну это уже не шутки. Тут надо уже... Блин, а я не могу ничего сделать. Надо было бы хильнуться. А как? Если тебе не дают хода. Твою налево. Они сейчас вдвоем-то тут быстро меня расшинкуют. Все, хиляемся срочно. Во-первых, сюда атаку. Теперь делаем отхил. Парящий прихвостень, да? Нормально. Блин, раз-два. Будем надеяться, что он ничего здесь не сделает. Да. Ничего он здесь не сделает. Мы опять же захиливаемся. Почти фулл хп. Единственное, что у нас, конечно, тут атака пониженная. Что не очень меня радует. Громорок опять сейчас будет кого-то бомбить. Штормореза он решил атаковать. Добиваем. Ну что, Громорок, допрыгался, кузнечик. Сейчас мы будем тебя бомбить. Да-да. Все, друзья мои. Отлично. Ну вот и колесо. Колесо удачи. Да, выпадает нам плод мудрости. Отлично. И забираем загадочный пак. И тут, кстати, уже будет нас поджидать мини-босик. Надеюсь, он не будет слишком жесткий. У нас, кстати, с тобой раз, два. То есть два мини-боса, а потом уже босяцкий. И будет обычный промежуточный бой. Так что надо будет сосредоточиться. Ребята, еще неизвестно, кто там будет. Ох, ё-моё. Два кревета. Два кревета. Но хорошо, что они хоть синие. То есть они шустрые. А у нас как раз хитрецы. Вот эти вот два хитрых. Они любят бомбить именно шустрых. То есть у нас классовое преимущество перед ними. Вот так-то будет получше. Единственное, что как-то мне надо... Ты посмотри, что творит, а. Бомбит и бомбит. Сейчас мы захиляемся, не волнуйся. У нас хил подоспел. Отлично. Но он все... Я хотел сказать, он все равно будет его добивать. Нет, он переключился на барсика. А значит здесь у нас тройной удар. Блин, тут то же самое. Тут тоже хитрецы. Вся команда хитрецов собралась. А вот на равных очень плохо у нас получается драться. К сожалению. Так, ну что ты там? Сейчас будет что-то бомбить, да? Ух, ты посмотри, как он влупил, ребята. Ты посмотри, что же он сделал. Да ладно, быть такого не может. Сейчас будет все равно, наверное, бомбить Кривоклыка. Тройной удар особенно, да? Нет? Слушай, ну это же хорошо. Это же просто идеально и прекрасно. Когда они не атакуют. Сейчас что-то будет. Так, понижение брони. А ты куда? Понял я вашу тактику, кажется. Вы хотите... Штормореза, да? Вырубить. Но у вас ничего не получится. Потому что я успел отхиляться. Ну что, пора, наверное, убивать его. Все. Так, очередное колесо. И смотрим, что в этот раз нам выпадет. Древесина. Кстати, это очень хорошо. Древесина нам нужна для того, чтобы отправить... Драконов за железом. Ну что, как я говорил, промежуточный у нас бой. Обычный. Без всяких там мини-боссов или еще кого-нибудь. И здесь у нас два громобоя. Собственно, персоны стоят и ждут. Один 16 уровня, другой 17. Ладно. Проблема в том, что это два стража. Против стр... Да что-то я же хотел не так сделать. Ну, е-мое. Против стража у нас эффективен только лишь кривоклык. Но я сделал большую ошибку. Я хотел понизить ему броню. Да. Вот теперь ты ее и не понизишь. Единственное, что я могу сделать, это, наверное... Вот так. Я понимаю, что он меньше уровнем. Но все-таки. Но... Красавчик. Сработало то, что я хотел. Теперь главное нам залечить раны. Потому что сам видишь, они у меня покоцанные. Замечательно. На обычных противниках это как бы не очень страшно. А вот когда на супер-боссе или на мини-боссе, там нужно здоровье держать всегда по фулочке. Так, последняя волна. Ой-ой-ой. Здесь стальной капкан. Так. С него, что ли, начать? Давай начнем, наверное, с капкана. Попробую быстренько его разобрать. Так. Дальше идет громобой, плюс опять стальной капкан. Да хорош бомбить мне штормореза моего родного. Эй. Я, наверное, сделаю его так. Тут все равно мы залечимся и уничтожим стальной капкан. Смотрите, а. Не успокоится. Ну что, громобой. Кусающийся, да, значит? Поехали, сделаем такую атаку. Понижение брони. И укус. Наверное, сейчас добьет он, конечно, мне. Да, добил штормореза, и мы добиваем его. Так, здесь нам выпадает рыбешка. Итого у нас 587 рыбы. Забираем пак, который содержит элитных. Ну, это ареновский пак. Всем уже довольно знаком он. Шторморез, пристеголов, древоруб, громобой, крылатый ужас, вострозуб. Так, дымодышащий и кривоклэк. Ну что, друзья, последних два поединка. Мини-босс и босс. Давай смотреть, что у нас тут. Я вижу два штормореза плюс громобой. Громобой у нас идет с стражем. Поэтому предлагаю начать, естественно, со шторморезов. Лучше всего бомбить, у которого выше уровень. Соответственно, у кого выше уровень, тот больше наносит урона. Поэтому нужно именно от него избавляться. Поехали. Кусаем. Сразу же понижаем броню и добиваем. Так, сейчас будет орать. Так, точно. И достается это Барсику. Ну что, в любом случае я успею залечиться. Не фулочка, конечно, но тем не менее. Сейчас они опять вдвоем сходят. Этот будет просто кусать. Слава богу, дебафов никаких нет. Я имею ввиду там понижение брони или понижение атаки. Здесь мы добиваем. И... Давай-ка я, наверное, сделаю немножко по-другому. Я не буду здесь дебаф вешать на него. Я... Ах ты. Почему вот так вот надо было, ребят, сделать? Мне нужен хил. Вот мне сейчас нужно захилять мою команду. Желательно по фулочке, но он сам понимает, что это не получится сделать. Вторая волна. Ну, видим мы здесь мини-боссов. Это у нас скала. Довольно жесткий противник. Не буду здесь скрывать. Блин, мы уничтожим его лет. И сейчас будет. Короче, этот сходит, просто ударит. А вот какой-то из них, вот этот, будет уже нас брать на таран. Кто только попадет под... Барсик, да, значит? И этот. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Тихо. Ты что делаешь? Ты... Твою налево, ребята. Это... Это очень плохо. Это очень плохо то, что он сейчас... Он, смотри, он взял... Неужели? Неужели он промахнулся? А этот сейчас бомбанет. Слушай, ну нет. Я думал, что будет намного хуже, если честно. Потому что у них усиленная атака и усиленная защита. Эх, Кривоклык мог бы, конечно, бомбануть. А вот сейчас будет кому-то плохо. Ну, благо, это последняя волна. Я уже думаю, мы как-нибудь переживем здесь. Скрипя зубами, да? Барсика, скорее всего, сейчас уничтожат. Нет, смотри-ка, живет и процветает наш Барсик. Возможно, он еще и выживет, хотя... Так, друзья, я не знаю, что произошло. Игра просто взяла и вылетела. Не зависла, не еще что-нибудь, а именно вылетела. Так, продолжить? Да, я хочу продолжить. Благо, мы с тобой не тратим хотя бы энергию. Фух. Так, ладно, давай. Подожди-ка. А, вторая волна. Ну, все-все-все нормально. Вторая волна. Отлично, ребят. То есть, мы начали оттуда, где вылетели. Хоть на этом спасибо. Так, сейчас что он будет делать? Ать! Ты посмотри, какой жучара. Я, наверное, сделаю ее вот так вот. Здесь пробью. И вот сейчас начнется. А в тот раз Барсика огрели, да? А тут, смотри-ка, криво-клыка бомбанули. Я, наверное... Как тут лучше сделать-то? Ладно, просто укус. Мне нужно хильнуться. Причем срочно. Сейчас побежит, да? Уклонение. То есть, он не попал по нам. Ладно, здесь добиваем. Твою ж налево. Оглушил все-таки. Ну, давай, Барсик. Ну, этот просто будет сейчас удар делать. Ему, короче, кранты. Ему кранты. Он здесь долго не просуществует. Вот и все. Давай-ка крутанем еще разочек наше колесо. Заберем с тобой рыбу. И переходим на последний поединок. Босятки. Я так понимаю, сейчас будет две волны. Да, две волны. Здесь даже мини-босса нету. Прикинь. Хорошо. Обычно, когда у нас босс, даже если две волны, в первую всегда всовывают мини-босса. Но здесь они почему-то не сделали. Наверное, будет на последней волне слишком жестко. Так. Ребята, вот этого надо брать в оборот. Почему? Он будет делать массовую атаку, и я не хотел бы попасть. Твою налево. Блин, Барсик. Барсик, Барсик. Ты, по идее, должен выжить. Я надеюсь. Я верю в это. Отлично. Этого нужно обязательно добивать. Кровь из носу. Что он делает у нас? От. Понятно. Блин, как лучше, наверное. Давай, короче, вот так вот. Добью. А этот сейчас будет бегать глушить. И это попал у нас на Барсика, да? Жеребий. Короче, здесь кусаем. Хиляемся. Он будет Барсика бомбить с пониженной атакой. Ой, защитой. Слушай, ребята, наверное, придется все-таки сделать вот так. Другого варианта я не вижу. Добиваем. Так, ну что у нас? Ёк-макарек. Я так и думал, что будет три босса. Поехали. Начну с тройного удара. Допустим. Ну, он уже не жилец. По нему пару ударов и все. Промахнулся. Но зато он усиленную атаку себе сделал. Барсик, ты как? Красавчик. Барсик у меня просто молодец. Есть идейка у меня, кстати, ребята. Смотри, какая. Опа. Ха. Пускай кусает своего. Да-да-да, он нам будет помогать таким образом. И, судя по всему, мы сейчас быстренько с тобой здесь все разрулим. Кривоклык. Пускай он еще разбомбит его. Ну. Вот. Остается нам его добить. Потом мы также сделаем слепоту. И все. И разбомбим. Слушай, ну тут у нас замечательно все получилось. Сложилось как нельзя хорошо. Давай-ка сюда его пропишем. Понижаем броню. И начинаем его кромсать. А там уже пускай что хочет делает. У него все равно ревет слепота. Вреда он нам не принесет. Все. Поздравляю с прохождением события. Давай-ка крутанем. Древесинку заберем. У нас, кстати, почти по фулке древесина. И рыба по фулочке. Ну и вот он. Пак. Содержит героических. Да ладно. Шторморез. Шепот смерти. Ужасные чудовища. Парящий прихвостень. Громорок. Злобный змеевик. Дымодышащий. Криво-клык. Барсик и вепрь. Клыка-крив. Да. На самом деле. Не обманули. Так. Ну что, друзья. Отправляем, наверное, нашего... Нет. Подожди. Не вот этого. А вот этого паренька. Вернись. Лети. Так. А теперь нам нужно кого-то отправить. Кто будет за рыбу трудиться. 70. Этот у нас 70. Приносит. Этот 33. Ну давай. Давай отправим. Пускай летит. Пускай за древесиной. Что-то мы... Нет, нет, нет. Вот этого мы вернем. Лучше я... Яркий ужас отправлю за древесину. Он намного больше приносит нам. Так. И здесь смотрим. Получаем награду. Чуть-чуть нам не хватит. Да? Хотя нет, хватит. Замечательно. И выпадает нам 500 бабочек. 3810. 13 дней. Ну, грубо говоря, 2 недели. Ой, ребят, не знаю. Наверное, не успею накопить. Откроем загадочный пак с монетками Одина. Громоль. Шепот смерти. Древоруб. Понятно. И вроде бы... Все, да? Ну, тут рыбу забрать только если. Так, ну что. Следующее событие у нас будет доступно через 7 часов. Так что я предлагаю, наверное... Набить 2 пака. Ну и заодно откроем пак вождя. А вдруг нам повезет? Я вообще уже давным-давно не помню, когда нам выпадал эпический пак. Это именно фиолетовый. С шикарными вкусными наградами. Ну что, поехали. Начнем вот с этого. С вражеского штормореза. Хотя лучше Громеля надо было бомбануть. Или Сардельку. Как-то быстро они мне... Эй. Неужели сейчас хильнется, а? А, он не хиляется, по-моему. Эй. Промахнулся. Потому что он промахнулся, это хорошо. Фаербул? Ну конечно, ну как же, как же без фаербола-то, а, ребят? Ах, он еще и повышает атаку при своем фаерболе. Вот ты какой жук навозный. Будем знать на будущее. Сарделька, сусильная атака, это жестко. Это очень жестко. И добивка. Очередной поединок. И начну, пожалуй-ка, я, наверное, с крылатого ужаса. Хотя вот этот рыкошмык висявый тоже, да? Твою налево. Сразу же, сразу же понижает мне броню, а? Тоже сделаю и добью его. А этот сейчас паршивец будет стрелять сюда, скорее всего. Как тебе такой? Как тебе такой расклад, а? Просто обалденный. Ну что, я думаю, кастолом мы успеем бомбануть. Сейчас этот суперудар сделает. Скорее всего. Ух, разносит-то он жестко. Блин, что делать-то, а? Хиляться, наверное, надо. Я не выдержу просто еще один залп, если он бомбанет. А он бомбанет. Хорошо, что не в штормореза. Так, секундочку. Я, наверное, сделаю просто укус. Переждем его атаку. Да. Теперь повесим на него слепоту, и уже после этого начинаем его бомбить. Тут уже не страшно, что он будет делать. На-ка. И кривоклык. Хотя нет. Шторморез его добивает. Ну, я думаю, начнем с пристеголового, скорее всего. Потому что со стражами пока мы будем тут тютюкаться, этот будет фаерболами нас плевать. Так, ну что, Барсик его добьет, а вот дальше что делать? Нам надо будет, наверное, скорее всего, ветрокрыло держать на коротком поводке. Да-да. Так, а сейчас будет заморозка. Вот тебе и короткий поводок. Твою налево, а? Ёк-макарёк. Вот это он бомбанул, ребята. Неужели добьют, а? Ёк-макарёк. Сейчас добьет этого, да? Молодцы. Что я могу сказать еще? Обалдеть, разыграли. Нет, друзья, тут все. Тут фиаско, к сожалению. К сожалению, тут фиаско. Как бы я тут не старался, не пыхтил, у меня все равно ничего не получится. О-о-о! А еще и разбег делает. Ну, этот добивать будет потихонечку. Что б вас, а? На мелкие кусочки разорвало. Ну, такое вот бывает. Ну, здесь тогда будем с шепота. Нет, ветрокрылые, это, конечно, что-то с чем-то. Это просто имба. Замораживает, и все, ничего ты не сделаешь. Будешь два хода тупо стоять. Это, конечно, имба. Только не надо делать суперудар, а? Пожалуйста. Конечно, конечно. Так он меня и... Ты видел, как он бомбит? Он что, оставляет здоровье? Да ничего практически вообще. Ну, здесь-то в любом случае мы выиграем, потому что надо уничтожить тройного удара. Что, в принципе, у нас получится легко. А этот нам ничего не делает, абсолютно. Ну, давай ты. Добиваем. Понижаем здесь защиту. Кусаем. Ну, в принципе, и все. Но сейчас он что, может, щит поставить на себя? Химнуться он должен. Он этого не сделал, тогда ему, тем более, крышка. Ну, что, друзья. Как вы видите, мне досталось два обычных пака. Очень жаль. И пак вождя. Креветка, столон, древоруб. Экзотический шепот смерти. Острокрылый змеевик. И клыкокрив. Вот так вот. Ну, что, в комментариях читал. Почему, Рэй, ты не играешь в защиту? Я подумал, действительно, почему я не играю в защиту? Может быть, пора бы, а? Разочек сыграть. Где у нас? Вот здесь, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, у нас еще один флюгер есть. Ёк-макарек, ребят. У нас, оказывается, еще один флюгер есть. 263 железо нужно, чтобы его дальше качать. Вы серьезно? Это громобой защитник эксклюзивный. А чего он так дорого просит-то? Слушай, а мы когда викингов мы сможем? Где-то, я помню, здесь не могли мы расширить территорию, потому что нам не хватало количества викингов. Вот я не могу вспомнить, где этот островочек. Не вспомню я сейчас. Там был переходной мостик такой? Нет, тут везде 3400 надо. Это чтобы мост открыть, и потом еще, чтобы расширить? Что-то как-то дороговато. Так, ладно, не будем отвлекаться. Давай-ка мы оборону сделаем. Разбей вражеский флот. Этот у меня на задании. Кстати, а что я могу здесь сделать, если он на задании? А? К бою. Блин, без этого будет плохо. Вот что я могу тебе сказать. Защитите улух. Окей. Так, не хватает энергии, да? Давай-давай-давай-давай, родные, быстрее. Блин, там уже кто-то по нам бомбит. Ммм, не успеем. Был бы у меня здесь... Посмотри, какая сложность здесь, если не мидраться. Не, ребята. Проиграл. К сожалению, проиграл я. Отступить. Да, тут только отступать придется. Вот. А был бы у меня беззубик, возможно, мы бы здесь выиграли. Потому что беззубик очень мощный. Он живучий, чем все остальные драконы. И намного больше наносит урона. Ну что, ребята, а на этом я сегодня буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.